Добрый вечер! Доброе утро! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, как понять, куда нам деваться. Добрый вечер, Матвей Юрьевич! Здрасте! Санкт-Петербург, Лондон, добрый вечер! Каждый вечер с вами, Любовь Феонова. Спасибо за интересные эфиры. Вена. Вильнюс. Алена Апштейн, доброго ранку. Москва с вами. Так и добрый вечер с Городниця. Городниця, населенный пункт. Новороссийск, Мытищи, Москва, Кишинев, Белая Церковь. Петербург с вами. Черняева пишет каждый вечер. Вильнюс снова. Самое лучшее пожелание из Франции. Элла из Флориды. Боже, пошло. Житомир, Вятка, Гатчина, Кишинев, Трилайка, Бельгия тоже на связи. Петербург приветствует. Орландо, Наташа Чеснова. А каков перевод «Бульбы в хату»? Ну, это картошку в дом. Пожелание успеха, довольство. Добрый вечер, Черногория. А ждет Мюнхен. Значит, да-да-да-да-да. Идем дальше. Подмосковье тут. Слава Украине. Севилия. Всем огромный привет из USA. Кося, господину Гонопольскому. Да. Ну, вот так. Пока, для начала. Значит, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. И если нет, подпишитесь и, пожалуйста, ставьте лайки и бросьте донаты. Как их бросать, вы увидите внизу. Ну, что ж, давайте начнем, пожалуй. Нам есть сегодня и что слушать. Все это есть. И сейчас я открою то, что я, пока люди собираются, вот смотрите, какой интересный текст. Я вам скажу, что последнее время, вот эти дни после убийства Навального, ну, в основном все люди как бы рефлексируют на это дело. И это правильно, потому что это такая важная вещь, которую нельзя пропускать. Но люди себя по-разному проявляют. И мы еще будем об этом говорить сегодня. Ну, вот что пишет такой Вал Щербак. Удивительно, как много за эти дни обнаружилось людей, начисто лишенных эмпатии. Даже среди моих коллег-психологов. То и дело слышу, что горевать по незнакомому человеку, да еще и политику, боже упаси, странно, неуместно, фальшиво и так далее. И мало кому из этих утешителей, в кавычках, объяснишь, что человек может быть незнакомым, но чувство от его утраты настоящим. Потому что жаль не только Навального, жаль себя, своей веры, надежды, своей связи с нашей общей родиной, которую он любил и защищал искренне. Так она пишет. Я много лет занимаюсь литературой и довольно долго психологией. Мне достаточно внимательно послушать речь человека, чтобы понять, что он из себя представляет, каковы его цели, верит ли он в то, что говорит. Это помогает мне заводить друзей, избегать обмана и вообще жить, соображая, что происходит. Так вот, Навальный действительно был искренним человеком и, что важно, чувствительным, эмпатичным. Он призывал бороться за свои права, но никогда не опускался до манипуляций виной или стыдом. Он хотел, чтобы люди не боялись, но никого, кроме Путина и его приспешников, в трусости не обвинял. Я горю и по этой искренности, и по этой эмпатии, которой так не хватает некоторым из нас. Это нормально горевать сейчас, а тех, кто пытается обесценить ваши чувства, можно и нужно отправлять подальше, в мир розовых лошадок, где нет боли и горя, или же где их принято заталкивать поглубже, как яблоки в утку. Вот так написала она, и я в основном согласен, потому что такая получилась история, вот как теперь, вот он умер, надо ли вообще показывать какие-то свои чувства, что-то вот такое. Ну как? Умер человек, на которого возлагали огромные надежды. Человек яркий, харизматичный, ну, понимаете. Теперь про вот этих людей, у которых нет эмпатии. Понимаете, мы уже с вами договорились, что мы отставляем Путину в сторону. Путин, Путин, упырь, преступник и так далее, и так далее. Но что растет за поколение? Вот как оно реагирует? Вот мы все время с вами говорим, что будет после Путина. Ну вот я вам сейчас покажу пример. Молодая девушка Оксана Заводовская бросила в меня кофе. Огромное вам спасибо. Я это очень ценю. Вы вообще очень активны эти последние дни. Вот смотрите, я вам сейчас покажу девушку молодую, симпатичную, интеллектуальную, ну и так далее. Ну вот вообще, как она отвечает на некоторые вопросы. Все прекрасно. Сейчас, вот так вот. Вот давайте послушаем. Россиянка говорит о репрессивных законах, в которых просто, я еще буду об этом говорить, но мы все утонули. Вот что она говорит. Думаю, что мы живем в самой прекрасной стране, самой свободной, но самый замечательный президент. Троих персон назову. Хорошо. Алексей Навальный, например. То, что происходит. А чем вообще занимался данный персонаж всю свою жизнь? Последние, ладно, 15 лет. Ничего такого он не сделал, за что он должен был понести какое-то наказание? Хорошо, давайте так. Если бы он жил в любой другой стране, человек с таким мнением, с такими действиями, со всем остальным, его бы не посадили в тюрьму? Он занимался просто политической деятельностью. Какой политической деятельности? Давайте так. Навальный всю жизнь кричал про смену власти. Сколько лет он возглавлял свою организацию? Кто-то другой пришел? Нет. А почему здесь тогда кто-то другой должен приходить? Как вам в Москве-то живет? Свободно, несвободно? Чувствуете вот это давление запретов каких-то? Нет. А какие? Какие? Например? За мнение людей могут наказать, например. Кого наказывают за мнение? Ну, примеров очень много. Я таких примеров не знаю. Ну, например, Илья Яшин. Восемь лет за прямой эфир на Ютубе. Только за это? Да? Ни за что другое? Нет, просто слова сказал. Восемь лет. А почему тогда, если знаете, такой Стрелков Гиркин, сколько лет он оскорблял Путина и всех остальных, и вот только сейчас, когда он уже совсем... По итогу, так где он сейчас в СИЗО? А в какой другой стране за оскорбление? Извините, а Макрона оскорбляют? Его никого не сажали за это в тюрьму? Что, типа, за прикол? Где-то это нормально, а у нас ненормально. Какие репрессии? Смотрите, люди гуляют, красота. Все вообще замечательно, шикарно. Вы думаете? Я не думаю, я знаю. Я живу здесь, все прекрасно. И у людей, и у всех, кто не заморачивается по непонятным причинам. Еще одна. Думаю, что мы живем в самой прекрасной стране. Ну, вот такая. Роберт пишет, она наверняка бюджетник. Да нет, мне она кажется студенткой, которая какой-то... Вообще у меня созвалось впечатление, что она, что это стеб какой-то. Знаете, потому что можно же, можно ведь набрать аргументов в одну и в другую сторону. Вот это вот, вот если можно, если мы говорим о предыдущей записи, то вот это вот отсутствие эмпатии. Понимаете? Да. Значит, про Дудя. Это интересно. Вот это важно, это касается всех блогеров, стримеров и так далее. Это меня касается и прочее, прочее. В общем, депутатов Госдумы, пишет инсайдер, возмутил доход Юрия Дудя, поэтому иноагентам запретят давать рекламу. В том числе собственных ресурсов и проектов. Давайте почитаем и постараемся понять, о чем идет разговор. Закон о запрете рекламы у иноагентов, принятый в первом чтении Госдумой, должен лишить их источников доходов от размещения рекламы, а также сократить доступ к аудитории в результате запрета им самим рекламироваться в российских СМИ. Под запрет может попасть даже реклама иноагентами самих себя на своих собственных площадках. Такой вывод можно сделать из предлагаемого текста новой статьи закона о рекламе. 10 февраля Володин, председатель Государственной Думы, объявил в своем канале в Телеграм, что депутаты собираются лишить иностранных агентов всех источников дохода в России. А уже 20 февраля после первого чтения депутат Михаил Делягин объяснил, что закон о рекламе иноагентам можно считать законом Юрия Дудя, медийное влияние, которого беспокоит авторов закона больше всего. Дудь – это классика. У нас нет примеров пропаганды, которая может сравниться с Дудем по эффективности для молодежи. Эта пропаганда должна быть остановлена. Что хотят запретить? Размещение рекламы на информ-ресурсе иностранного агента российским компаниям и гражданам. То есть россияне не могут давать рекламу иностранным агентам. Рекламирование самих ресурсов иноагентов. То есть там в 20 часов. Но я не совсем понимаю, где это рекламируется. Газет же нет, ничего. Ну, в каких-то сайтах отдельно российским СМИ рекламировать иноагентов. Ну, по-моему, они этого уже не делают. Штрафы могут получить и находящиеся за пределами России иноагенты. Их неуплата создает сложности при любом взаимодействии с ОСО органами, например, при получении нового загранпаспорта. Нести ответственность за нарушения будет как заказчик рекламы, так и ресурс. Ну, здесь штрафы, штрафы, штрафы. Возможно, рекламой не будет считаться фраза «Подписывайтесь на мой канал». С ума сойти. Поскольку тут нет объекта рекламирования. ФАС специально отмечала, что закон о рекламе не распространяется на граждан или даже компаний, если они не связаны с предпринимательской деятельностью. Но если блогер иноагент предложит приходить на его выступление или приобретать книгу, то это уже подпадает под запрет. То есть, другими словами, если Шендерович где-то делает встречу или Акунин и так далее, то на них будут огромные штрафы. Вот такая вот история. Причем, вот знаете, обычно я говорю, что что-то там не будет действовать, но вот это вот будет действовать. Это будет действовать. Понимаете? Спасибо большое. Мне гривны перекинули. Спасибо. Я не буду называть вашу фамилию. Теперь еще о людях. О людях. Значит, вот... Катя мне пишет. Покажи. Ты что-то прислала мне? Сейчас посмотрим. А, это я знаю. Это еще впереди. Покажу. Значит, вот смотрите. Во время штурма только Авдеевки россияне... Сегодня вот был человек из Авдеевки, пресс... Ну, если можно так сказать, речник. Ну, пресс-секретарь. Хотя речник – это не пресс-секретарь. Значит, вот этих ребят, которые были в Авдеевке. И он сказал, что россияне потеряли по штурму Авдеевки 146 тысяч человек. Вот вдумайте. Вдумайтесь. 146 тысяч человек. Вот что россияне знают о потерях? Знают ли они что-то? Я думаю, что мы можем с вами посмотреть, что они знают. Леонов, спасибо вам большое. Очень признателен. Итак, вопрос. Что вы знаете о потерях российской армии во время этой войны или специальной военной операции? Смотрим. Человек погибло, 1500 чем-то, около, может, 1900 ранено. Все, как передают, 498 убитых. Ну, что делать? Война, она и в Африке война. Ну, что делать? А, ну, говорили, что около 500 человек. Ну, и все. А откуда черпается информация? Из новостей. Все знаю. Все, а откуда информация черпается? Отовсюду, из разных источников. Из интернета в основном. Если честно, нет, не очень-то хотелось бы сказать, потому что мы повлиять на это никак не можем, к сожалению. Ну, по всем программам, где показывают, все смотрю. Только новости, ничего больше. Почему вы не помните? Нет, ну, я, конечно же, такого не могу помнить. Да, да, все знаю, все очень страшно, очень, конечно, тяжело. Ничего не знаю. Вообще ничего. А почему не интересуетесь просто? Нет. Ничего не знаю. Не интересуетесь. Не то, чтобы не интересуюсь, но не слежу за статистикой. 500 человек погибло, 1000... Я не знаю, кого в этом винить. Винить народ, что он не интересуется. Ну, народ винить – последнее дело. Молодая, он говорит, что у них все замечательно. Эти говорят, что, вот помните, 500 человек. Я не знаю. Честно говоря, если правду говорить, оно и неинтересно, почему они так говорят. Вот по большому счету. Вот неинтересно. Ну, не знают и не знают. Ну, не знают. Вы знаете вот этих бабушек, значит, отряды Путина. Сейчас вы увидите киберотряды Путина. Я не знаю, это эти же или какие-то другие. Значит, тоже бабульки. Ну, моложе, старше. Но посмотрите, как профессионально это снято. Я не буду переворачивать телефон, вы сами увидите. Выставлен свет и так далее. Короче говоря, Запад, берегись. Потому что в России появились бабулькины кибервойска. Так, значит, сейчас мы это, сейчас мы посмотрим. Смотрим. Вы киберотряды Путина. И это официальное обращение ко всем мировым хакерским синдикатам. Особенно в Индосовске. И даже не пытайтесь смешиваться в выборы президента России. Иначе мы устроим вам геанонки, ваши мамки будут плакать. Это не скам. Все серьезно. Наш отряд может за одну минуту уронить банковскую систему США. Но она и сама с этим неплохо справляется. Если даже попытаетесь хакнуть нашу систему, Петровна подпиксит это и засеивает нашего кандидата. Мы за честные выборы. А если кто-то ослушается, мы заспамим тебя в WhatsApp и открытками. Киберотряды Путина. И это официальное... Я не знаю, как это комментировать. Такой постмодернизм в политике. Я даже... Я представить себе это не могу, но... Я не хочу больше это дерьмо показывать. Кибербабули. Кибербабули, да. Люди пытаются понять, вот что будет с Юлией Навальной и как относиться к тому, что она подключается и сама сказала, что она будет как бы участвовать, продолжать деятельность Алексея. Но люди некоторые, они задают вопросы, а какая наша роль в ее деятельности. И вот я вам сейчас прочитаю, это написал Михаил Плетнев некий. Он написал, как мне кажется, очень умную вещь. Вот понимаете, убийство Навального, оно говорит не только про Навального и не только про Путина и не только, а что мы, каково участие граждан в этой всей истории. И вот послушайте, насколько умно он написал. Неприятную вещь скажу, но постарайтесь понять. Да, вас отпустило и легче стало после видео Юлии. Но многим из вас стало легче, потому что теперь снова, в кавычках, есть взрослый, который все скажет. Почему нам было так страшно 16 февраля? Потому что, блин, теперь надо самим. Я не согласен с ним или согласен частично. Нам было страшно, что убили Алексея. Это была часть нашей души, часть мечты о какой-то новой России будущем. Дальше он продолжает. Вот я хорошо помню то чувство солидарности. Оно хорошо проявляется в моменты кризиса, но оно сразу же притупляется в момент, когда ты успокаиваешься. Солидарность сложно проявлять, когда уже будто бы можно расслабиться. Все, мол, уже живем. Все будто бы как обычно. Я много вспоминаю, что наследие Алексея – это мы с вами, пишет он. Это значит, что «мы огромная сила» было сказано в том самом оскароносном фильме. И тут я снова хочу вспомнить, что эпоха Навального родила это политическое пространство. В нем были и противники, и сторонники Алексея. Но все были объединены общей идеей прекрасной России, делали порой разные вещи. Каждый какую-то свою. Вот эту агентность мы с вами обрели 16 февраля. Сейчас я вижу, как некоторые ее будто бы кладут на полку. Типа, ну ладно, там все окей. Уже мы не нужны особо. Нет, нужны. Вот знаете, он и прав, и не прав. Я вам цитировал Дмитрия Орешкина по поводу того, что для любых выступлений, в любой диктатуре должна быть какая-то мера демократии, какая-то лакуна демократии. Ну, например, если решили почтить память Алексея Навального, то вы знаете, что вас не будут винтить, а вы знаете, что всех арестовали. Кто принес цветы? А вы сможете это сделать. То есть в любой диктатуре должны быть какие-то права людей. В России все закрыто. Понимаете? Поэтому я почему это говорю? То есть он прав, но я бы разделил это на две части. Вот убили Алексея, а Юля сказала, что будет, ну как бы вместо него. Ну хорошо, она может сделать какой-то призыв, но люди не выйдут, потому что все будут арестованы и получат по 20 лет. Понимаете? Поэтому это сложная ситуация. Поэтому у нас, конечно, есть успокоение. Ну давайте честно признаемся. Вот если бы Юля не согласилась, то тогда бы мы думали, а что она будет. И тут вдруг Юля сказала, я буду продолжать это дело. Она будет мстить. Гангста Грангста пишет, будет обивать западные пороги, как Тихановская. Вообще, честно говоря, это оскорбительно вы написали. Я не знаю, что решат админы наши, но это очень некрасиво, то, что вы сейчас написали. Теперь переходим к новостям. Значит, ну тело матери не выдают. Все это понятно. Но я вам буду сейчас рассказывать не самые известные вам вещи. Вот люди приносили цветы. А вот приказ. Я вам прочитаю. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. Та-та-та-та-та. Приказ. О мерах по обеспечению общественной безопасности. В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период после 16 февраля 2024 года. То есть, понимаете, они не говорят после смерти Навального, связанного с... Они ничего не говорят этого. То есть, Путин не называет фамилию Навального и они не называют. Нет такого человека. Они просто говорят в период после 16 февраля. Учитывая возможное увеличение количества лиц, посещавших памятники жертвам политических репрессий, стена скорби, селецкие памятники и так далее. Значит, первое. Я сокращаю. Первое. Необходимо круглосуточное дежурство. А вот второе самое интересное. Провести идентификацию всех лиц, приносящих цветы к памятникам, с целью предотвращения возможных правонарушений и выявления лиц, нарушающих общественный порядок. Там еще другие пункты. Ну, поняли, да? То есть, вы приходите, вас снимают там с 10 точек и понятно, да? Вот такая вот история. Поэтому, что мы говорим, что она призовет и какие-то будут движения? Не будет никаких движений. Потому что ты цветы принес, скоро будет закон. А я вам, кстати, хочу сказать. Вот Олег Козловский спрашивает, цветы в руках признак иноагентов? Нет. Гораздо более серьезно. Вы, наверное, знаете, что принята поправка к закону о иноагентствах, где запрещается и является уголовным преступлением, там и административным, и уголовным, если ты помогаешь иноагенту осуществлять его иноагентскую деятельность. Донаты, там, не знаю, любая другая помощь. Вот цветы вы приносите. Это ведь как можно трактовать? Вы повышаете популярность кого? Террориста? Он же террорист. Он признан террористом. Понимаете, в чем дело? Поэтому кто его знает? Понимаете, они делают все, чтобы никто никуда не ходил, никто ничего не делал. Вот Watch and Listen пишет. Вчерашний рассказ Жванецкого о турникетах на каждой улице все ближе к реальности. Да. Ну, что-то работает. Финанс сообщает. Турция перекрыла почти половину поставок в Россию из-за угрозы санкций США. Экспорт из Турции в РФ рухнул практически на довоенные уровни. Поставки оборудования полностью прекратились, рассказал источник Reuters. Хорошая новость. Вторичные санкции. Здесь Люда пишет. На Радио Свобода сегодня объяснили, что этот приказ об идентификации лиц, приносящих цветы, является фейком. Приказ, может быть, является фейком. Что это у меня здесь такое? Но вы же видели, что всех, кто приносит цветы, их снимают. Для чего? А вы же знаете, что у них теперь сделана система определения лиц и так далее. Вячеслав, спасибо вам большое за донат. Ну, вот понимаете, невозможно... Я не помню, песня была такая в советские времена, что-то... Мы открыли другие миры, невозможное стало возможным, что-то вот такое. Вот была строчка. Невозможное стало возможным. Вот я вам читаю, пишет Сталин ГУЛАГ. Сбер подтвердил, что Marketplace Megamarket изъял из продажи книги Достоевского, Стивена Кинга, Мураками, Марселя Пруста, Оскара Уальда и Стефана Цвейга из-за закона о пропаганде ЛГБТ. Ну, то есть... Ну, наши все. Достоевские тоже убрали Достоевского. Ну, хорошо. Хорошо. Пусть будет так. Пусть будет так. Цитата Марка Твена. Она красивая девушка, хороших правил и примерного поведения. Никто не видел ее пьяной больше четырех раз в неделю. Марк Твен. Он знал Захарова. Сегодня день, профессиональный день алкоголика. Сейчас вам прочитаю цитату и хочу, чтобы вы предположили, кто это сказал. Религия – большое зло. Она мешает людям правильно смотреть на реальную действительность. Познавать ее заставляет понапрасну растрачивать здоровье и силы, жертвовать счастьем. Не мучайтесь. Вы никогда не догадаетесь, кто это сказал. Это книга юного атеиста. Автор издания – Валентина Терешкова. Ну, вот современная фотография. Вот она стоит. Вот. Понимаете? Вот такая вот удивительная женщина. Помните, как она вышла и сказала, чего мы врем, чего вы это самое? Вот, на следующий срок. Значит, когда убили Навального, возник вопрос, а как прореагирует Запад? Ну, сначала там как-то… там сразу начались консультации. И еще вчера я вам сказал, что, по всей видимости, будет закон Навального. И вот сегодня пришло разъяснение. В пятницу Белый дом объявит о крупном пакете санкций, который привлечет Россию к ответственности за то, что случилось с Навальным, пообещал официальный представитель Госдепа США Джон Кирби. Послан Кирби санкции призваны привлечь Путина к ответственности за войну в Украине и дополнены дополнительными санкциями в связи со смертью Алексея Навального. То есть привлечь Путина к ответственности за войну в Украине. Вот это я не понимаю. Ну, то есть как? Там же уже есть в ГАКСКИй трибунал ему приглашение и так далее. Я просто не понимаю. Ну, подождем. Подождем до пятницы. По указанию президента Байдена мы объявим о крупном пакете санкций в пятницу на этой неделе, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что случилось с господином Навальным. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. Очень интересно. Россия, сообщает инсайдер, внесла американского сенатора Линдси Грэма в список террористов и экстремистов. Теперь он не сможет пользоваться услугами российских банков. Бедный Линдси. Здесь напоминают, и это очень важно, сегодня важная история, сегодня годовщина Майдана. Я посмотрю, Катя. Сегодня годовщина Майдана и памятный день Небесной Сотни. Я думаю, что вы знаете, что такое Небесная Сотня. Это останется в летописи украинской истории. Их на самом деле больше ста человек. Это люди, которые погибли при разгоне омоновцами украинскими студентов. В них стреляли от 17 до 62 лет. И вот знаете, я бы, честно говоря, вы знаете, вот это, то, что я люблю говорить, умный, умный, а дурак. Вот Путин, в общем-то, дурак. Потому что он не понял. Вот это вот, кстати, я удивляюсь. Почему не было ему понятно, что Майдан – это народное движение? Ведь печеньками, о которых говорили пропагандисты, народ не поднимешь. Я еще раз вам повторяю, я никогда не забуду, когда в один из дней на Крещатике было миллион человек. Те, кто знают Крещатик, это было вот от Европейской площади, от консерватории, не консерватории, концертный зал консерватории, до… А, филармония, киевская филармония. От этого места до самого конца, где уже начинается улица Красноармейская. Просто на Красноармейской уже не было, потому что оттуда ничего не видно. В общем, он этого не понял. Ну, невозможно покорить такой народ. Понимаете? Это… Он из азиатчины. Он просто этого не понимает. Жаль, он сдохнет, но, к сожалению, погибнет очень много людей. Катя… Ну да, Катя, тут Катя мне прислала текст, я его читать не буду, но смысл в том, что в Белоруссии еще круче, еще круче репрессии. Там просто, я вам вчера читал, люди сидят в тюрьме, и год за годом от них никаких сведений. Может быть, их уже нет в живых, может быть, неизвестно. Идем дальше. Бывший посол США в России, директор Института международных отношений Стэнфордского университета Майкл Макфолл, я думаю, вы знаете этого человека, предложил упростить эмиграцию для россиян, не поддерживающих войну. Я считаю, что если вы живете в России сегодня, и вы не поддерживаете путинский режим, вы не поддерживаете эту ужасную войну, тогда мы должны обеспечить то, чтобы вы могли жить и работать у нас. Сказал он в breakfast show у Плющева. Макфолл добавил, что россияне должны жить в Калифорнии, помогать американским компаниям в Кремниевой долине. Он назвал огромной ошибкой отсутствие механизма эмиграции россиян в США. Вот такая вот история. Ну, понимаете, на это нужно политическое решение лидера. Елена Кац пишет. Матвеевич, у нас на работе делают ремонт парней из Мариуполя, которые заявляют, что не имеет значения там в Мариуполе, Россия или Украина. Удивительно, взрослые, здоровые, они на фронте. Ну, есть такие, ну, разные люди, слушайте. Ну, они что-то там делают, им Россия, Украина, лишь бы зарплата была. Давайте не делать завышенных ожиданий от обычных людей. Вот интересная история. Администрация президента и российские спецслужбы обсуждают убийство Михаила Ходорковского. Это сообщает Главное управление разведки Украины. Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что после убийства Алексея Навального все выходные проводились встречи... Лилит, спасибо вам большое за кофе. Благодарю вас. Юсов заявил, что после убийства Навального все выходные проводились встречи в администрации президента и спецслужбах РФ по дальнейшим действиям в отношении других российских оппозиционеров. В частности, активно обсуждается деятельность Ходорковского, который продолжает олицетворять заметный политический и медийный ресурс, критический к российской власти военным преступникам. Кроме того, дискутируются возможные методы продолжения зачистки влиятельных лиц в среде российской оппозиции в других странах и последствия проведения активных мероприятий на территории стран свободного мира. Ну, я там со свечкой не стоял, но я думаю, что у Михаила Борисовича есть хорошая охрана. Интересное заявление сделал Такер Карлсон, совершенно удивительное. В комментарии New York Times в пятницу Карлсон заявил, что то, что произошло с Навальным, чудовищно, это ужасное варварство. Ни один уважающий себя человек не стал бы такое оправдывать. Сегодня у Навальной, она же открыла свой аккаунт в Твиттере, и там что-то такое было. Невозможно было залогиниться, что-то такое, но уже все сделано. Тут вот, знаете, есть, мы с вами знаем эту философему, что сначала что-то происходит в виде трагедии, а потом в виде фарса. Вы знаете, что у Алексея Навального есть замечательный брат Олег Навальный. Он есть, и вы помните, что его посадили. Потом Олег вышел, и дальше о нем как бы не было слышно. Но помните, я вам говорил, что Владимир Владимирович, он маньяк. Он как бы, вот у него горящие глаза, которые не видны. Ну, вот это вот такое, знаете, что-то серьезное такое с ним происходит. Читаю новость. Брата Алексея Навального снова объявили в розыск. Основание для розыска разыскивается по статье УК. Ну и так далее. Ну, да-да-да-да, где-то это и прочее. И, кстати, я вам хочу сказать, как действуют российские боты. Обратите внимание, вот если такая новость, то сразу первое сообщение, сразу первое... Сколько же там людей работает? Сразу первое сообщение такое, российское. Вот смотрите, вот это вот сообщение, что разыскивает Олега Навального. А вот тут первое сообщение, знаете, как оно лежит? Как оно звучит? Пишет Сара Эльсар Кисати. Твою мать. Так он же на Кипре загорает, нигде не работает и кайфует три года на Кипре. Откуда деньги, интересно? Вот так это делается. Россия вкладывает огромные деньги в дестабилизацию Запада, в работу с нашими мозгами. Огромные деньги. Я думаю, что сотни, если не тысячи людей работают, вот чтобы... Просто обратите внимание. Вот любой антипутинский пост, первый пост, который под ним, это либо сомнение, либо а вы и так далее. Напомню вам, проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы. Вот Роберт сказал, что у нас подписка вроде пошла. Проверьте, пожалуйста, помогите мне. Ставьте лайки, ну и если донаты, если вам не сложно. Вот все должны сидеть. Вы понимаете? Причем Акунин должен сидеть, Макаревич, по-моему, тоже Макаревич, Галкин должен сидеть. Под каждого есть статья. Но я вам читаю новое. Те, кто знают этого человека, знают его. Я его знаю. Блистательный специалист. Гагаринский суд Москвы постановил заочно арестовать экономиста бывшего проректора Российской школы экономики Константина Сонина. Блистательный экономист. Признан иноагентом в Российской Федерации по делу о распространении фейков о вооруженных силах Российской Федерации. Карточка дела размещена на сайте. Сонина. Христо Грозев будет расследовать гибель Навальному согласно изданию «Медуза». Издание объявлено нежелательной в России организацией, а также иноагентом. Расследованием гибели Алексея Навального занялся известный журналист-расследователь Христо Грозев. Также внесен в Россию в список иноагентов. Все иноагенты. После отравления Навального в августе 2020 года именно Грозев вместе с самим Навальным нашел отравителей-оппозиционеров. «Пока я исключаю только один сценарий, что для российских властей его гибель стала неожиданностью», сказал Христо Грозев. Грозев рассказал в интервью, что семья Навальных готовилась к наихудшему развитию событий еще когда Алексей собирался вернуться в Россию из Германии. Помню, цитата, как еще накануне возвращения Алексея в Россию я спросил у Юлии, понимает ли она, что его там точно арестуют. Она в ответ просто улыбнулась и сказала, «Христо, ты такой наивный, не просто арестуют, но и годами будут удерживать в застенках, а может и убьют», рассказал Христо Грозев. Да уж. Интересная история, связанная с Юкосом. Ходорковский в каком-то смысле может радоваться. Апелляционный суд Амстердама отклонил российское требование отменить выплату компенсации бывшим акционерам нефтяной компании Юкос. «В 2014 году Международный третейский суд в Гаге постановил, что Москва должна выплатить акционерам более 50 миллиардов долларов». Миллиардов. Миллиардов долларов. Конечно, они не будут это выплачивать. Ну, вы понимаете. Нет, я стихи Слепакова прочитаю в конце. Ну, теперь наши большие цари. «Путин не видел видеообращения Юлии Навальной о смерти мужа», заявил журналистом Дмитрий Песков. Но, учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставлю это без комментариев. Обвинение в попытке скрыть отравление Навального «Песков назвал голословными и ничем не подкрепленными». Ну, конечно. Ну, а вот теперь про мести, про прочие и так далее, и так далее. Это такая важная история. Сообщает Deutsche Welle. Юлия Навальная встретилась в Брюсселе с главами МИД ЕС. Она сделала три предложения, «Как ЕС может помочь России Алексея Навального». Это цитата. То есть, она сказала «Россия Алексея Навального». Навальная попросила не признавать результаты предстоящих президентских выборов Российской Федерации, не позволять российским олигархам скрывать свои активы за рубежом, а также делать различия между Россией и Путиным и помогать тем, кто бежит от войны и диктатуры. Цитата. «Давайте не будем обещать невозможное, да и не будем годами что-то обсуждать. Давайте делать». Призвала Навальная. Она также напомнила, что российские власти до сих пор не отдают тело Вильнюс. Спасибо вам большое. Вы мне пожелали здоровья, я ответно желаю вам здоровья. Она также напомнила, что российские власти до сих пор не отдают родным тело Навального, преступники заметают следы преступления. Не дайте им уйти еще раз. Не, ну она будет активна. Ну, вот это вот, вот вы говорите, там цветы, цветы, цветы. Ну вот, пожалуйста. Гражданку России и США Ксению Хавану задержали в Екатеринбурге по делу о госизмене. Как заявляет ФСБ, ее обвиняют, цитата, в сборе средств ВСУ. По информации правозащитников, она сделала один перевод на сумму 51 доллар 80 центов. Сейчас она получит свои 15 лет. Пишет Юлия Навальная. Мне наплевать, как мои слова комментирует пресс-секретарь убийцы. Отдайте тело Алексея, дайте его достойно похоронить, не мешайте людям с ним попрощаться. О, не мешайте людям с ним попрощаться? то есть Юлия представляет себе, что где-то люди смогут зайти и что-то положить цветы, да ну, не в жизнь. Я понимаю, что она должна это потребовать. И вы знаете, мать выступила тоже, отдайте тело сына. Вообще, родители несчастные Божьи, что они все эти 10-15 лет переживают? Я очень прошу всех журналистов, которые еще могут задавать вопросы. Не спрашивайте про меня, спрашивайте про Алексея. Кого спросить, Юлия? Кого тут спросить? Вот, интересно, Невзлин написал. Я вам говорю, понимаете, я не знаю, было ли такое, я не жил, естественно, в сталинское время, я не знаю, вот такое вот в сталинское время было, чтобы, вот как по Жванецкому, вот ты вышел из дома, а лучше не выходить. в России продолжать, пишет внедрять сталинские практики. Некто сенатор Коветиди объявила, что подготовила законопроект об уголовной ответственности в военное время за саботаж. Она же сама и напомнила, что статья о саботаже существовала с 26 года, контрреволюционный саботаж, в 58 году ее оттуда исключили. То есть саботаж, ну, для саботажа нужно что-то взорвать и так далее, но вы понимаете, то есть они это примут. Как будет это трактоваться? Что такое может быть саботаж? Это как колоски, тюремный срок за колоски. То есть опоздал на работу, ну, правда, у нас, понимаете, она говорит не о военном положении, она говорит в военное время. То есть они придумывают такие законы, чтобы все сели. Вы знаете, знаменитую фразу приписывают Вышинского, который сказал людям в зале, то, что Вы не сидите в тюрьме, это не Ваша заслуга, а наша недоработка. Ну, вот что-то типа этого, понимаете? Вообще, ну, есть и радостная новость. В России могут появиться новые марки автомобилей из Уганды, Ирана и Индии. Известия со ссылкой на торгово-промышленную палату Российской Федерации. Новые бренды машин из стран Азии и Африки попытаются составить конкуренцию китайскому автопрому на российском рынке. В бюджетном сегменте спросом могут пользоваться, кстати, хочу вам сказать, очень популярные машины индийские фирмы Tata Motors. Это такие бюджетные маленькие машины, очень надежные и так далее, очень хорошие. Также сообщается об иранских автомобилях фирмы Iran Hodro и Saipa. Автомобиль Tata от компании Iran Hodro уже можно приобрести в России по цене полтора миллиона рублей. Доля машин, произведенных в Китае, сейчас составляет 37% от всего российского авторынка. Я хочу сказать, что я не знаю, я уверен, что автомобили из Уганды это какой-то сборочный цех каких-то западных машин, но вот, например, то, что собирали в Иране, это французские машины, ну, переделанные, понимаете, да? Ну, естественно, Путин наградил замглавы ФСИН Бояринева новым званием. Бояринев лично строил бытовые козни Навальному, ранее получал жилищную субсидию от государства, для этого смошенничал, переписал дом на сына, купил квартиру в московском ЖК Скайфорд, 95 квадратных метров. понимаете, он, убили Навального, и вот замглавы ФСИН Бояринов получает медаль. Это вообще почерк Путина. Вы знаете, да? Вот тот, кто совершил какое-то ужасное преступление против гуманизма и так далее, получает его награду. Такое. Пишет Михаил Светлов снова про Навального. Навального не травили, а убили механически. Навального второй. Навального убили при личном присутствии Путина, не в тюрьме. Третье. Путин не боится показать тело Навального. Четвертое. Путин боится последствий похорон Навального, поэтому не выдаст его тело никогда. Вот из всех пунктов довольно таких, так сказать, приличном присутствии Путина. Вот Путин боится последствий похорон Навального, поэтому не выдаст его тело никогда. Тут, понимаете, тут есть проблема. Потому что помните, что американцы, когда убили Бен Ладена, для того, чтобы не было могилы его, как место поклонения, они его кремировали и над морем или океаном развеяли прах. Для Путина это как-то очень плохая история, чтобы были похороны, так сказать, понимаете, да, потом где-то была могила, ну, как это, вот, могила, туда же будут носить цветы, что-то вот такое будет. Мне кажется, что этот пункт прав, 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 Умер сын главы Роснефти Игоря Сечина, Иван. Ему было всего 35 лет. Сын главы Роснефти Игоря Сечина, Иван номер 5 февраля в возрасте 35 лет. Первым об этом написал менеджер Юкоса Невзлин. В общем, короче говоря, вообще там безумная история. Вот этот Сечин младший через пару лет после окончания института получил руководящую должность в Роснефти папиной корпорации. Тут еще интересный момент. Он все время шифровался и возможно это привело к смерти его. Дело в том, что ему стало плохо, он упал. У него охранники. Охранники вызвали скорую помощь, но скорая помощь, они перепутали адрес, сказали не только корпус, сказали не тот корпус. Кроме того, он жил под другой фамилией. Понимаете? Он нигде не значился. В общем, там такое шифрование, ну и вот результат. Кстати, это единственный сын Сечина. Карьера впечатляет. Через пару лет после окончания института Сечин младший получил руководящую должность в Роснефти Папиной госкорпорации. На следующий год работы в Роснефти был награжден Путиным орденом за заслуги перед Отечеством второй степени за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд. И это в 25 лет. То есть только поступил работать сразу. В 21 году только задекларированный доход Ивана составил 61,8 миллионов рублей, то есть по миллион долларов по тогдашнему курсу. Хотя что уж там пишет автор неправильно сказал. Карьера не впечатляет. Абсолютно заурядная карьера для ребенка путинского приятеля. Да. Да, ребята, что вам сказать. Ну и конечно же стих Слепакова. Я думаю, что Слепаков после этого должен скрываться где-то в Занзибаре. Господин президент России Владимир Путин, я к вам уже обращался два года назад, но в этот раз слезливой речи не будет. Тогда я просил вас не дать нам скатиться в ад. И что-то там лепетал в расстроенных чувствах про братский народ, культуру и дружбу в веках. С тех пор сотни тысяч смертей украинских и русских. Их кровь, господин президент, на ваших руках. И я не хотел обращаться к вам больше ввиду тотального отсутствия смысла и тупо из осторожности. Но теперь вы цинично и подло убили Навального, поэтому промолчать не вижу возможности. Его точно убили вы, я не знаю, как именно, измором, травили по капле, а может прикончили сразу. Пусть это сделано было руками других, но понятно даже ежу, по чьему приказу. Убили не с первой попытки, проблемы с кадрами, паузу выждав, ведь вы не из тех, кто торопится. Разручив с родными, счеты сведя с адвокатами, на всех положив то единственное достоинство. Что осталось у вас после четверти века на царстве, заручившись поддержкой вашей шакальей стаи, готовой по первой отмашке взвыть англосаксы и перед вами в экстазе вилять хвостами. Вы так отомстили, вы же довольно мстительны за страх, за насмешки, за свой публичный провал, за любовь кукловодов, которой вы так чувствительны, за то, что она досталась ему, а не вам. Теперь вам никто не подпортит картинку выборов. Вы зад свой усадите снова в любимое кресло с одобренным вами огромным отрывом выиграв у всех, чье общее имя пустое место. Должно быть, вы рады, закончили важное дело. Ошибки учли, теперь все прошло как по маслу. Но пожалейте маму, отдайте тело. К чему заметать следы, всем и так все ясно. Пути Господни таинственные и неведомые нас в тонусе держат, за это ему респект. Но верю, однажды вы встанете в ряд с людоедами, а в честь него назовут широкий проспект. В свободной стране, и сейчас я не про Эстонию, а про ту страну, для которой хотел он счастья, а пока читайте лекции по истории и наслаждайтесь вашей украденной властью. Ну, это серьезно. Я вам хочу сказать, что это не просто стихотворение, это приговор. это приговор Путину. Вот все же вспоминают стихи Мандельштама про Сталина. Правда, они определили эти стихи смерти его Мандельштама. это такой приговор. Все выверено. вот мистер Икс, понимаете, ему же надо найти, он вообще поэт, помесь Высоцкого, с слог сложноват, трудновато читается, а так хорош. Мистер Икс, вы прекрасны. Слепаков будет счастлив и поработает под слогом, над слогом. Так, Катя требует посмотреть. Спасибо большое Дрокину за донат. Спасибо. Значит, Александра Гарможапова, президент Фонда Свободной Бурятии. И давайте на этом закончим. Вот, что она написала. Навальный эволюционировал. Это то, на что способны очень немногие. Я весьма критично относилась к нему из-за его участия в русских маршах. И да, на любых демократических выборах я бы за него не проголосовал. Однако, я верила, что его имя будет в бюллетенях. Но вот я читаю письма, которые он отправлял своим друзьям. И это важно, они не для широкой публики. Главреду Медиазоны Сергею Смирнову он писал, что в языковом вопросе сильно эволюционировал. Цитата. Языки вообще это богатство. Что плохого, если в Якутии есть пара часов обязательного якутского в Башкирии башкирского? Разве мне было бы хуже, если бы я знал сто элементарных фраз на мордовском, чувашском? Журналистки Наташи Зотовой признавался, что зол на релакантов, которые ноют из-за языковой проблемы. Ну, пойди же, поучи язык хоть немного. 30% от того времени, что зря в Твиттере просидишь. Даже если немножко выучишь, что сделаешь себя лучше. Разве не хочется прийти в кафе в Риге и заказать на латышском? Честно, он меня удивил и восхитил. Жаль, что поздно. Константин Воронин написал. При всем уважении у нас каждый день герои умирают, а вы про Навального. Может, нужно про них каждый день говорить? Так я и говорю про них. Вы просто не понимаете, о чем я говорю. Потому что убили человека, который мог прекратить эту войну. Понимаете? Есть кому сказать про героев украинских. А эта передача, она не про это. Не про украинских героев. Почему тогда не говорить о поляках, которые высыпали украинское зерно? Для этого есть другие программы, их много. Моя программа именно об этом. Потому что, дорогой Константин Воронин, есть огромная страшная страна, захваченная бандитами и убийцами, которая может принести очень много горя. Я внимательно слежу за тем, как люди, которые хотят убрать Путина, стараются это сделать. Если уберут Путина, то не будут гибнуть украинские герои, о которых вы говорите. Вот о чем эта передача. Спасибо вам большое. Поставьте, пожалуйста, лайки, проверьте, будьте добры, подписаны ли вы на мой канал. Хочу сто тысяч просто для самоуважения. Подписывайтесь, пожалуйста. Но не могу быть где-то в конце. Бросайте донаты. Я очень признателен тем, что вы их бросили. я буду очень вам признателен за поддержку канала. Пока это возможно. Я хочу сказать, что между прочим, меня очень тревожат все вот эти вот законы, которые принимают. Понимаете, в чем дело? Вот эти все ограничения, вот это вот все, вот это все. То есть она как бы вот они все, помните эту девочку, они все живут в России очень хорошо, хорошо они живут, у них все хорошо, кто такой Навальный, туда-сюда, а вот они просто умирают из-за релакантов, которые уехали и во многом там себя нашли. Спасибо вам, как пишет Роберт, ваша поддержка нам невероятно важна. Всего хорошего, если завтра все будет в порядке, то мы встретимся в 23 часа по Киеву, в ноль часов по московскому времени. Будут новые новости, которые я буду сейвить целый день. Сустав воспалился. Всего хорошего, а мне тихой ночи.